Всем привет, меня зовут Даша. В феврале я получаю диплом ветеринарного специалиста в Московской ветеринарной академии. За все годы своего обучения я прошла несколько стажировок у ветеринарных врачей, имеющих такую же специализацию по птицам, которую я выбрала для себя. В том числе я постоянно получаю свежие навыки и умения и знания из вебинаров зарубежных врачей, из семинаров наших врачей, которые доступны мне в нашем городе. Помимо этого год я работала в ветеринарной лаборатории не овет, а ветеринарным врачом-лаборантом. Еще на моменте стажировки у ветеринарного врача я начала принимать на реабилитацию диких птиц, попавших в беду. В основном это были дневные хищники, но также были и ночные хищники, урановые, мелкие, певчие. Редко я принимала и домашних птиц, но в итоге совсем отказалась от этой практики и ушла полностью в занятия именно дикими птицами. Чаще всего на реабилитацию мне попадают дневные хищники, такие как ястребы и соколы. Но помимо этого есть и ночные, которые являются в нашей полосе обычные совы. Чаще всего основная проблема птиц состоит в том, что они попали под влияние антропогенного фактора, то есть пострадали от деятельности человека. Например, чаще их стреляют, потому что люди не очень отличают орла от вороны или ворону от какой-то другой мелкой птицы. Иногда им в принципе все равно в кого они стреляют. Чаще всего такие птицы попадают с переломом и никогда не возвращаются в свою естественную среду обитания. Мы часто сталкиваемся с жертвами естественного отбора, когда птица не справляется со своими инфекциями и попадает в руки к людям, будучи ослабленной и напуганной. Часто люди не знают, куда девать птицу, тогда они приходят в интернет и, к счастью, наталкиваются на список проверенных волонтеров и врачей, одним из которых я и являюсь. Каждая птица проходит определенный план обследований, который включает в себя рентген, анализы, программу анализы крови, визуальный осмотр, аускультацию. То есть птичка обязательно в любом случае, даже если там есть очевидный перелом, мы смотрим от и до полностью, какие могут быть у нее проблемы помимо очевидных. Так как птицы считаются имуществом государства и их владельцем никто не является, нашедшие люди имеют полное право оставить нам птицу без какой-либо финансовой помощи. Но чаще всего люди стремятся помочь и оставляют сумму хотя бы на обследование, а иногда и на стационар, на кормление и оплачивая нашу работу, потому что это все-таки работа. И таким образом мы остаемся на плаву. Мы это реабилитационные центры, волонтеры и ветврачи, которые занимаются этим на волонтерских началах. В случае, если птицу не оплачивают нашедшие, мы чаще всего платим за все из своего кармана. И это да, это вполне реально, но если люди не помогают, то мы не можем двигать свои проекты вперед, мы не можем брать большее количество птиц, мы не можем брать более сложные случаи, требующие большего финансирования или какой-либо финансовой подушки. Проще говоря, подобные проекты невозможно вытянуть в одиночку. Именно поэтому в этом случае нам требуется вложение извне и помощь неравнодушных людей. Только вместе мы можем продвинуть реабилитацию птиц на более приличный уровень и на более масштабный уровень. После обследования, лечения, операции птицы в любом случае требуется реабилитация, как физиологическая, так и умственная. Для этого ей нужны вольеры. Вольеры дают птицам пространство, в котором они могут чувствовать себя комфортно психологически и физиологически, за счет правильного расположения пресад и возможности запускать туда живую добычу, они возвращают в себе свои летные навыки и навыки охоты. Комплекс вольеров, который мы разработали, задуман так, чтобы восполнять потребности нескольких видов птиц разного габарита, разного типа питания и разного стиля охоты. Именно поэтому для успешной реабилитации не хватает именно комплекса вольеров, чтобы не разлетывать каждую птицу конкретно в руках, ведь это еще один вариант того, как можно ей помочь, путем исполнения сокольничных методик, когда птица летает на перчатку в полях или в лесу. В вольере птицу можно оставить в покое и не трогать, пока она не придет в свою форму. Так будет гораздо легче ее задичать, не приучать к людям, не приучать к халявной еде, например, и оставить ее в покое, пока она не придет в себя и выпустить ее в итоге.